Всем привет! 15 октября пивная пятиминутка и Илья. Сегодня у нас воскресенье, день веселый. Скорее грустный, да? Для многих, потому что завтра на работу. Но не будем грустить. А по воскресеньям у меня что? Правильно, саботаж. И вышел новенький. Ребята опять постарались. Нарисовали такую охрененную картинку. Я не знаю, будет видно, нет. Потому что прямо вот все вот эти темные краски, они сливаются. Я надеюсь, будет видно. Да? Вот так вот. Так, так. Вот. Тут такой морской дрэгон какой-то. Дрэгон, блядь, дрэгон. Все уже по-английски надо было говорить. Race it by the ocean. Рассекай океан. Давайте пробовать. Ну, конечно, я сначала налью. Потом начну душнить. Читать. Все дела. Даже стиль. Не скажу. На сам четерну. Серьезно? А, нет. Ну вот. Так, выписал я. Там совсем небольшая аннотация. Так что, я думаю, вы сможете это вытерпеть. Воспитанный океаном. Освежающий, яркий и дерзкий, словно морской бриз. Новое слово в стилистике фруктовых гос. Вот это вот дерзкое, кстати, этот. Вот когда я переписывал, вот такое новое слово. Что-то у нас саботаж решил. Ну, дерзкое, дерзкое. Типа, вызов. Новое слово в стилистике фруктовых гос. Тандем спелой, сладкой, черной смородины и яркого, кислого крыжовника. На легкой и непринужденной закисленной солдовой базе. Аккуратно подсоленной и украшенной листьями свежей мяты. А, вот я мяту-то и почувствовал. Ну, смотрите, тут у нас гос. И типа он фруктовый. А может, это и есть новое слово? Кто-то делал? Вообще нет. Кто у нас там, бергики? Поднимите руку и напишите в комментариях, кто делал фруктовый гос. Ну, листьями смородины пахнет. А, да, и в отдалении мяточка идет. Очень мягкая, очень нежная. Давайте перед пробой посмотрим. Розлив у нас 12-го числа. Все, ничего. 15-е. Да, е-мое. А я купил его вчера, когда приехал с Кирова. Ну, везет нам. Мы свежечки. Мы свежечки. Пермячки пьют свежечки. От саботажа. Brace it by the ocean. Blackcurrant. Mint and Gooseberry. Голлс. 4,5 алкоголя. 13 плотности. 3,4. 4,5 алкоголя. 4,5 алкоголя. Да, кислотности. Напиток пивной. Непатеризорный. Инфетронный. Как всегда. Тут, как бы, что читать. Баночка 0,5. Состав. Вода подготовлена. Сол пиварный. Чмены. Сол пиварный. Пшеничный. Это база. Сок черной смородины. Пюре крыжовника. Мята. Соль. Хмель прессованный. Дрожжи пивные. Сарбат калия. Так. Соль, да. По стилистике. Гос. Туда вроде еще кряда. Какая хуйня еще должна идти. И вот фишка в том, что обязательно она или не обязательно. Соль-то обязательно. Тут база розира. А вот там еще какой-то ингредиент. То ли мята, то ли что-то еще такое. Какая мята? То ли кориандр, то ли что-то такое. Вот не помню. А может не обязательно. То есть хочешь так вырежь, хочешь без нее, хочешь с ней. Главное, что это должно быть соленое пиво. Лето, лето. Вот и лето прошло. Только этого мало. Да. Да, че лето. Вот это вот соленая база или кислая. Но тут больше кислая, чем соленая. Она вот со смородиной дает, знаете, какой эффект? Как будто это не смородина, а клюква. Или красная смородина. Как будто вот клюква какая-то. Знаете, кислые ягоды. Вот когда я каплю отглотнул, четернул, да, я ее удивился. Потому что вроде как бы это не саур и даже не берлинер вайс. Это гос. И как бы, какого хрена я должен сейчас пить опять кисленькое пиво. Ну, давайте пробовать. Это все-таки что там новое. Бля, я сейчас прочитаю. Это так красиво написано. Ну, в смысле некрасиво. Это так дерзко написано. Да ёпта, где это написано? Брис. Новое слово в стилистике фруктовых господи. Новое слово в стилистике. То есть, типа они первые это делают или что? Я сомневаюсь. Наши извращенцы уж, мне кажется, все переделали. Честным словом. Давайте пробуем. Как плотно. Серьезно. Меня сначала при глотке удивила плотность. Потому что... Какое, блядь. Вкус, послевкусие все меняется. Потому что тут сколько? 13 плотности. Я думал, легко зайдет. А я такой, и оно тягучее просто. Странно. В общем, оно кисленькое. То блин, это саур. Я не знаю, честное слово. Это... Для меня это саур или берлин нарвайс. Потому что это так же и сделано, да? На... И с пшеничным солдом. База-то одна, все. Почему оно кислое, получилось и не соленое? А, крыжовник что ли? Мяту вот я, кстати, не чувствую. Мята где-то вот на аромате была. На вкусе я мяту не чувствую. Я чувствую ягоду. Кисленькую. Я сказал, ну, хороший классический саур. Я, конечно, может не шарю. Но... А кто не шарит, тот хуярит. Для меня это... Хороший, вкусный саур ягодный. Что-то вот со стилистикой мне... Ну, смущает слово гос. Не знаю. А так это плотно. Как я удивлен. Как я удивлен. Потому что 13 плотности, а пьется прям тягуч так. Вообще не ожидал. Это ягодно. Кисленько. Без всякой водянистости. То есть, полнотелый вкус. Опять. Но единственное, вот мне не хватает мяты. Я не знаю, где она там. Чего она там куда-то потерялась. Вроде мята такой. Травушка такая. Хорошая. Могла бы и как-то себя показать. В аромате чуть-чуть что-то где-то там на отдаленке слышал. Но... Все. Потом она пропала. И крыжовник. Ну, это... Крыжовник, он кислый. Но если же зеленый. Если красный, он вроде тоже сладкий. Должен быть. Зеленый-то я хавал. У нас такие широты, что до красного у нас на даче, по крайней мере, никогда не доходил крыжовник. Доходил, но это было очень редко. Редкое лето, я имею в виду. Я постоянно его жрал с зеленым. Уже они вот такие здоровые и никак не наливаются краснотой. Я просто вот эти здоровые зеленые хавал. Кисленько, хорошо. Сбодрился и дальше. Гулять или копать там. Бабушка попросит там по огороду что-нибудь. Насчет гос. Да в жизни бы не сказал, что это он. Ну, на то оно и слово. Новое. В этой стилистике. Все, будем... А, какое нахуй заканчивать? На же пивное меню на неделю. Последнее же видос. На неделю. Так, быстренько пройдемся. Кому не интересно, вырубайте. Так, пивное меню на неделю. Опять будет триповая неделя. Базар Азира. Потому что, опять, много ипашек, хуяшек. Они все стареют. Их, этот... Хмеля там стонут. Быстрее нас выпивайте, а то мы уйдем. Опять триповая неделя. Вторыми видосами. Ну, как и эта неделя будет. Если не попадется никаких новинок, то ничего не будет. Просто по-другому видос. Ну, я как бы компенсировал в пятницу, да. Там, 10 видосов из Кирова записал. Но это единичный случай. На этой неделе я никуда не поеду. Хотя мог бы. В Москву там встреча коллекционеров. Как в прошлом году я ездил. Но не поеду. Слишком это часто уже получается. Не отпускает меня семья. Я каторжник. Вот. Поэтому будет по одному видосу. Если будут выходить какие-то новиночки, то они обязательно будут. Без базара. Вторыми видосами. А так все. Просто скучная, обычная, триповая неделя. И в воскресенье, если выйдет новый саботаж, то будет новый саботаж. Если не выйдет, то у меня припасен барливайн. Потому что по воскресеньям я пью что-то такое. Рис, барливайн. Или саботаж, если выпускать что-то новенькое. Все. Все рассказал по идее. Так. А про это-то. А. Ну все. Не болейте. Берегите себя. Будьте здоровы. Открывайте. Извините. Туполю немножко. Конец недели. Открывайте для себя новый стиль и пиво. Это. Ну не фруктовый, а ягодный гвоз. Открывайте для себя новые пивоварни. Это саботаж. Пью их постоянно. У меня уже там. За полтора года дегустации. Что там уже. Сто. Сто пятнадцать. Сто двадцать. Где-то. Я посчитал баночек. То есть. Поэтому. И все. Адьес. Амигос. До завтра. Увидимся уже в понедельник. Надеюсь, он будет для вас легким и не тяжелым. Начнем триповую неделю. Держитесь, мужики. Триповой недели. Это класс. Для меня лично точно. Я же Хопхед. Продолжение следует.